Николаевский район готовится к ликвидации последствий паводка. Более 60 домов по-прежнему остаются подтопленными, но вода постепенно покидает поселение. Кроме того, сегодня утром было решено не взрывать лёд на Амуре у посёлка Чнырах. Уровень Амура у Николаевска за прошедшие сутки упал на полметра. Выше по течению в Мага уже понимают самое страшное позади, впереди самое трудное восстанавливать дома и грядки после большой воды. Хотя людям предлагали переждать в пунктах временного размещения своё жильё в Мага не бросил никто. Поднимали скар, поднимали койки, кто-то на крыше, кто куда. Но каждый год практически, сейчас и осенью, люди всегда отказываются эвакуироваться, они остаются в своих помещениях. Не из-за того, что там боятся, что там разграбят или ещё что-то, просто не хотят выходить. Клавдия Ширалиева показывает Михаилу Дегтярёву свой дом. В погребе вода. Пол повело, печь треснула. Это последствия прошлых паводков. Дома на улице Советской страдают от воды регулярно. После каждого паводка жителям выплачивают компенсации. Но даже сами пострадавшие считают разумнее и выгоднее для бюджета всю улицу переселить на сухое место. Квартиру получить и... Ну а это сделать сдачу с него? Ну да. Вполне. Мне кажется, это хорошая идея. Получил квартиру. Долго составил? Что? Трецензии к дальнейшему налогению? Никто не будет. И никто не будет. Надо, собрался, уехал домой. Ну так уже после 19-го года в Комсомольске сделал? Да. В 2019 году на выплаты всем пострадавшим от паводка жителям Николаевского района из бюджета выплатили 980 тысяч рублей. Сколько денег понадобится сейчас, комиссии начнут считать, как только вода полностью покинет утонувшие сёла. Сейчас, конечно, ситуация гораздо сложнее. И вот сколько потребуется финансов, ну сказать пока сложно. Сейчас в сёлах Николаевского района в воде остаются 64 дома. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в Николаевске накануне, представители власти доложили. Для помощи жителям в ликвидации последствий заготовлены мотопомпы, тепловые пушки, электрогенераторы. Принято решение поднять уровни дорог, которые утонули в этот раз, и привести в порядок мосты. Мосты деревянные Николаевского района, они одни из первых в очереди, в силу, в общем-то, того, что они просто необходимы. От идеи бомбардировать ледяное полотно на Амуре с помощью военной авиации отказались. Сегодня утром стало ясно, что Чнырах у лёд не грозит. Однако в отдельных населённых пунктах он всё ещё может повредить прибрежные опоры ЛЭП. Виталина Кондрахина, Телеканал «Губерния».